Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос довольно интересный, обычно касается он голосов в голове, но при этом здесь наличие, скажем так, патологии. То есть, патологии нет, голоса в голове есть, а патологии нет. И соответственно, человек спрашивает в данном случае, что ему делать, как вот вообще жить, потому что очень тяжело жить, ну как бы в данных реалах. Значит, что хочется сказать. При отсутствии патологии мы говорим, как правило, о наличии влияния эго, эгосостояния. Вот. То есть, мы говорим о том, по сути, что внутреннее эгосостояние человека оказывает влияние на личного человека. Вот. То есть, то, что вы слышите, может быть проявлением как родительской фигуры. То есть, позиции, ты должен. И вы также можете слышать проявление эгосостояния эгосостояния эгосостояния. Я хочу. Вот. Ну, только по понятным причинам, да, вы не знаете, как бы, ну, о чем идет речь. То есть, вы не знаете, как вы хотите. Вы не знаете, как вам хочется. Вы можете не знать того, что вас волнует. Вы можете не знать того, что вас беспокоит, вы можете не знать объекта твоего желания. А можете не знать и, в общем-то, того, что вы должны. Это вот такой момент. Значит, что здесь в первую очередь нужно? Во-первых, нужно сформировать фигуру, то есть кто это. Связано ли это с установкой, я должен, или связано это больше, если я хочу. Это первое. То есть необходимо опредметить фигуру. Второе, что необходимо сделать, это научиться, научиться выстраивать диалог с этой фигурой. То есть, чего фигура хочет, чем она нуждается, что ей нужно и так далее. То есть сейчас вы от этого убежите. Вот. Сейчас вы от этого убегаете. Можно понять. Вот. Но, тем не менее, это ничего не даст. При отсутствии. Патология – это ваша реальность, в которой вы сейчас живете. Просто вы обращаете внимание на это больше, чем другие люди. Потому что другие люди внезапно тоже, ну вот, голоса в голове слышат. Просто не придают этому такого значения, как, например, вот, придают сегодня. Очень важным моментом является то, когда это появилось. То есть очень важным аспектом является то, когда это началось. Вот. Почему это важно? Почему это важно? Почему это важно? Потому что, скажем так, это может быть такой вот, ну, драматичное событие для вас. Это может быть драматичное событие. Вот. То есть это может быть событие, которое для вас представляет из себя некую травму. И вы в определенный момент предпочли убежать от нее в голоса. Ничего страшного в этом нет. Абсолютно. Вот. Это не плохо. Ни в коем случае. Ни в коем случае не плохо то, что вы так вот решили сделать. Но. Вам это просто ничего не даст. Вот. Это, ну, пожалуй, то, что нужно, ну, то, что нужно понять. Что вам это вот вообще ничего не даст. Вы в этом смысле ничего не выиграете. Вот. Ну, от слова совсем. И, соответственно, пытается объяснить себе эту ситуацию, да, пытается объяснить себе. Я пытаюсь вот как-то, ну, вот, доказать себе, что, там, допустим, не знаю, что вы нормальный, например, да. Вот. Вы ничего, опять же, не добьетесь. Наша задача, в первую очередь, принять реальность, такую, какая она есть, и научиться к ней адаптироваться. То есть начать, попытаться услышать голос, звучащий вас в голове, и постараться понять, что это за фигура, чего эта фигура хочет, да. Ну, как бы, вот, что ей этой фигуре нужно, в принципе. Вот. И как она, эта фигура, вот, относится, грубо говоря, к вам. То есть, ее мотивы какие. Вот. Это очень важно. Если этому внимания не уделить, то будет происходить дальнейшее расщепление, вы будете отделять себя от этих голосов, вот, и, в общем-то, ничего хорошего для вас, к сожалению, не случится. Это очень важно понимать. Очень важно этот момент учитывать. Если вы хотите проблему свою, ну, как бы, решить, да. Вот. А я думаю, что хотите решить вы свою проблему, иначе бы, иначе бы не обращались за, ну, за помощью. Какая она. Вот. Вот. Вот такая история в данном случае. Такой момент в данном случае. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было, ну, полезно, надеюсь, что вы для себя обязательно какие-то выводы сделаете. Вот. А сейчас вы пытаетесь это объяснять, сейчас вы пытаетесь от этого убежать, сейчас вы пытаетесь это рационализировать, но если нет патологии, вот, то вы пытаетесь убежать от этого, вы убегаете. Вы убегаете, в общем, в общем и целом, ну, только от себя. То есть вы, ну, как бы, ну, в этом смысле, да, вы мешаете больше, я бы сказал, себе только, вот. Своими действиями, такими вот, я бы сказал, диссоциирующими действиями. То есть это действия, которые вызывают, так скажем, диссоциацию, вот, к сожалению. И вот очень, очень важно, очень важно, мне, мне, скажем так, продолжать этот процесс. То есть очень важно, чтобы этот процесс не, ну, не усиливался, вот. А вы его, вот, к сожалению, усиливаете. То есть вы, вот, тем, что пытаетесь убежать, да, вы его усиливаете. Вот, и это необходимо остановить, вот. Остановить и повернуться, как бы, навстречу, ну, тому, что происходит непосредственно с вами сейчас, на данный момент. Вот, это очень важно. Поэтому вы большой молодец, что обратились за помощью, вот, рассказали об этом. Вот, вы молодец. Я думаю, что, ну, помощь, обязательно, вы, ну, получите, вот. Если решите заняться ей, то есть если, ну, если решите, как бы, поработать, скажем так, вы, обязательно, помощь получите. Я не думаю, что люди, ну, в смысле, специалисты, вот, откажут вам в помощи. Но это процесс не быстрый. Вот это нужно понимать, да, что это решается не, ну, не травмаж. Это решается все-таки постепенно. Вот. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.